Сегодня в столице республики стартовал розыгрыш открытого Кубка России по женской вольной борьбе. В течение двух дней 127 спортсменок из 29 регионов страны вместе с коллегами из Азербайджана и Киргизии в 10 весовых категориях определят обладателей призов от главы Чувашии. И как убедился мой коллега Вячеслав Ильин, шансы получить награды из рук Михаила Игнатьева есть у подопечных профильной Республиканской Федерации. Спортивные цвета Чувашии на турнире защищают пять спортсменок. Пожалуй, самая тезлованная из них победница юниорского первенства России этого года Алена Тимофеева. Спортсменка в красном трико. Подопечная Дениса Егорова заявлена в категории до 65 килограммов. Алена уверенно провела первую встречу и уже как минимум, учитывая количество участниц, завоевала бронзовую медаль соревнований. А вот у Анастасии Яковлевой в категории до 59 килограммов, помимо воспитанницы Цивильской районной школы вольной борьбы, спор за награды Кубка ведут еще 14 спортсменок. Анастасия провела стартовую встречу против москвички Юлия Алборовой весьма удачно и вышла в следующий круг. Финал пройти. Ну как получится, сейчас еще серьезные спортсменки там. Не знаю. Но начало положено. Да, начало положено. Умеренность придала это? Да, будем стараться. К сожалению, любители женской вольной борьбы республики не увидят на коврах лидеров сборной Чувашей России. Марию Кузнецову, Евгению Захарченко и Веронику Чемякову. Причину отсутствия нам пояснила пятикратная чемпионка Европы, неоднократный призер мировых чемпионатов, а ныне начальник сборной команды России по женской борьбе Наталья Горц. Кузнецова Маша, получается, она единственная спортсменка из России, кто в этом году прошел уже на данный момент 10 стартов. И, конечно же, это непросто. И под конец она получила травму, поэтому не смогла. Захарченко, она выступала буквально неделю назад на Кубке мира. И это слишком маленький промежуток времени, чтобы находиться в хорошем состоянии. Тем более в Японии перелет непростой. А Чемякова Вероника, она еще летом получила травму плеча. И на данный момент она тренируется, проходит реабилитацию. И в скором времени, надеемся, Киригинскому турниру уже будет в строю. Впрочем, как считает главный тренер женской сборной команды России по борьбе Магомед Али Амаров, кубковые старты – хорошая возможность проявить себя для вторых и третьих номеров национальной команды. Основной идет просмотр нашего резерва, как регионы работают, какие тренеры, какую борьбу дают, какую технику борьбу дают, девушкам особенно. В утренней части второго дня соревнований будут разыграны бронзовые награды. Финалы во всех десяти категориях запланированы на вечернюю часть. Начало в 17 часов. Вячеслав Ильин, Игорь Улянов, Вести, Чувашия.